здравствуйте и в новом выпуске у этой бай лицом к лицу мы будем говорить о борьбе с наркотиками в столице и сегодня в гостях у нас начальник управления по наркоконтролю и противодействию торговли людьми гу в демингу располкома кирилл юрьевич беркозов кирилл юрьевич здравствуйте добрый день не будем мы долгое вступление делать начнем сразу разговор скажите пожалуйста в целом оба обстановки в столице по этим видам преступлений какова динамика на сегодняшний день обстановка по линии незаконного оборота наркотиков она у нас как столица такие стране стабильно контролируемо на протяжении нескольких последних лет мы наблюдаем динамику сокращения количества выявленных преступлений по линии закон оборота наркотиков также количество но идет уменьшение заявлений которые поступают в органы внутренних дел касаемый закон оборота наркотиков но с учетом того что с нашим геополитическим расположением нашей страны и с тем количеством ежегодным которых мы перекрываем каналов поставки наркотиков нашу страну выявляем специально приспособленных помещений для выращивания наркосодержащих растений а также ликвидируем интернет-магазины по продаже наркотиков это говорит что на самом деле угроза на существует и поэтому ежедневно мы кропотливым трудом страны стараемся минимизировать и стабилизировать но вот эту всю обстановку полина от этого данного направления то есть целом она контролируемая а можно ли говорить там о выявлениях каких-то районов минске которые наиболее вот подвержены с учетом того что уже тоже на протяжении определенного промежутка времени закладчики с учетом поскольку минск развивается развивается информационно оснащается камерами видеонаблюдения вот происходит мониторинг общественной безопасности они стараются все свои закладки переносить за территорию кольцевой дороги как правило в лесные массивы где минимальное количество присутствует какого-то ну людского ресурса где-то мало кто посещает где мало видео свидетели свидетели чтобы это конечно же их меньше не были замечены и соответственно изобличены в незаконный оборот наркотиков но с учетом того что столица является платежеспособным элементом очень достаточно поэтому они конечно же ориентированного наше население на нашу молодежь поэтому но вот и с учетом этого активно заниматься этой работой но как правило зачастую это за пределами кольцевой дороги но в том числе в городе минске это лесные массивы парки соответственно где минимальное количество сосредоточено но людей наши граждане а подскажите вот если допустим говорить о наркоманах образ там из 90-х например до фильмы это такой неопрятный человек обязательно какие-то следы от уколов например он там ведет себя неадекватно сейчас точно так же вот как распознать например что там с тобой в транспорте едет наркоман или например кто-то из твоих друзей вот как-то внешне они сейчас проявляются ну внешне конечно и бывают такие случаи когда вот мы видим как бы где-то видеоролики выскакивают неадекватное поведение людей понятно что тоже соответственно человек находится под воздействием чего-то но как правило счетом того что тоже со временем уже наркомания лежит не в экономической плоскости то есть наркоманами она становится и вовлекается незаконный оборот наркотиков люди также дети несовершеннолетние из семей с достаточно высоким уровнем заработка и с нормальным таким средним либо высоким материальным положением поэтому здесь как бы четко разгону пояснять разграничивать что и такие но они встречаются понятно категории сразу мы в том числе на же наружные наряды все которые несут службы по охране общественного порядка мы стараемся максимально их изолировать от общества понятно составляем определенную привлекаем к их к ответственности но как правило люди внешне опрятны и даже практически тяжело пони внешне определить что это вот является наркоманом возможно из-за изменений каких-то самих веществ даже не веществ но в том числе я же говорю что как бы наркоманина становится как молодеет уже как бы таких а социальных практически как бы но они есть они есть существует но счетом активной работы сотрудников милиции их нахождение на улице в таких состояниях которые бы сразу были мы определили что это наркоманы но минимизируем исключаем кирилл ирич вот я думаю что каждый кто хоть как-то следить за новостями он помнит там серию жутких историй про спайси да когда подростки кто-то кончал жизнь самоубийством кого-то наоборот убивали вот сейчас уже давно слава богу не слышно таких историй сейчас есть какой-то такой зло номер один в плане вот наркотических наркотических веществ ну да вы правы что где-то в 2012 году нашу страну захлестнула волна спайсов где было большое количество перезировок в том числе и смертей и вовлечение вот в эту противоправную деятельность связано со спайсами молодежи несовершеннолетних вот поэтому был в 2014 году принят декрет президента номер шесть о неотложенных мерах по противодействию незаконного борода наркотиков который помог стабилизировать ситуацию в данном направлении плюс были все спайсы которые возились нашу страну были внесены список запрещенных которые у нас запрещены к обороту на территории нашей страны и вот благодаря этому ситуацию конечно переломили последующем также мы побороли так называем проблему с маком вот и поэтому в настоящий момент все наркоманы в том числе которые были состояли на так называемые пиодные наркоманы они перешли на метадон поэтому сейчас у нас основная угроза это конечно же метадон поскольку то есть искусственно какой-то поэтому да и плюс в каждый год от передозировок наркотиков у нас конечно идет снижение по количеству умерших но прошлом году их было 33 и вот 85 процентов от этих умерших это умерли люди от употребления метадона поэтому здесь акцент тоже своей работе делаем на именно выявлению и пресечению деятельности их интернет-магазинов которые распространяют метадон на территории нашей страны поскольку ну именно он является основной причиной гибели всех наших наркозависимых лиц кирилл и получается что вот метадон это то же самое что мифедрон сейчас очень много такой информации по ним но это не совсем топот поскольку мифедрон альфа бвп это у нас психотропные вещества на метадон относится к наркотическим средствам и оказывает у нас влияние на нервную нашу систему свет на психотропы оказывают на нашу психику чуть-чуть это разное понятие но и те и те относится к списку особо опасных поэтому несут на самом деле сам опасного самое опасное влияние на наш организм я помню еще по своей такой подростковой юности если можно сказать что считала что вот в диском там клубах барах распространяются наркотики взять насти туда пойдешь родители наставляли не ходи там мало ли что сейчас места торговли скажем они вот остаются в каких-то таких злачных что ли местах или все ушло в онлайн как правило уже на протяжении большого количества может пяти лет вся плоскость сбыта наркотиков перекочевала сеть интернет 95 процентов всех сделок но избыток происходит там но конечно же имеют случаи как но они минимальное распространение наркотиков в местах массовых молодежи сном как правило как правило люди приходят туда приносит с тобой что просто там употребить соответственно расслабиться отдохнуть с целью этого мы на постоянной основе проводим рейдовые мероприятия по отработке мест массовых молодежи с участием нашей кинологической службы отрабатываем основные наши это в зыбицкой центральную улицу в том числе места концентрации всей молодежи с целью во первых то выявление всех этих правоправных деяний ну и второй момент это проведение профилактической работы в том числе с владельцами всех этих увеселительных заведений потому что они предписаны декретом номер 6 как бы владеть ситуации и профилактировать эти мероприятия не допускать распространения наркотиков у них на территории заведения поэтому в комплексе мы эту всю работу проводим и как результат количество этих преступлений совершаемых их именно в местах массовых молодежи но тоже как бы с каждым годом снижается а вот ну понятно что есть там сайты это все блокируется там различные аккаунты это уверенно вы это все отслеживаете хватает вот или у вас ресурсов и насколько лет вот облегчила жизнь скажем тем кто хочет употреблять там употребляя то есть им что там один клик в интернете все они нашли наркотик ну да как я уже ранее сказал что 95 процентов это все сеть интернета поскольку все мы являемся активными пользователями в данной сети и человек который обладает минимальными там познаниями как пользоваться интернетом различными мессенджерами телеграм-канал он конечно же ему не затруднит купить наркотики у нас стране но с учетом этого мы делаем акцент то же самое на работу у нас есть подразделение аналитической разведки которые с каждым годом мы расширяем обучается вашем управление он в управлении в территориальных подразделениях практически мы тоже стараемся создавать в каждом из отделов и каждый год мы обучаем сотрудникам всеми новейших технологий и каждый день они присутствуют в интернете в большом количестве и мониторят все эти сайты все эти предложения и во взаимодействии с министерством информации они мы направляем информацию то что запрещено на стране соответственно блокируется если нам это все это позволяет ну и плюс наша работа на установление всех тех лиц которые организуют вовлекают и продают именно в сети интернет все эти запрещенные вещества на стране кажется вот и про закладки сказали что там они происходят часто за где-то за городом и мы бывали случае даже если правильно так помню сколько там историй что там где вот какой-то дорожный знак или какой-то общественном месте на остановках такое может произойти как ведут себя закладчики как понять что вот ты наблюдаешь вот что человек совершает это день ну сразу будет видно если человек на самом деле вот какая-то детская площадка подходит к лавкам либо дома подоконники либо трансформаторной будки где-то что-то ковыряется пытается в землю закопать либо на магнитах куда-то что-то приделывает ну соответственно тоже понятно что человек совершает ну какие-то непонятные действия что таких ситуациях надо звонить милицию 102 попытаться максимально запомнить данное лицо какие-то внешние особенно его признаки если вдруг данный человек приехал на автомобиле запомнить понятно марку госномер ну и сообщить милицию по приезду сотрудников милиции все информации которую дали удалось запомнить соответственно сообщить а уже дальнейшая задача нас как сотрудников милиции провести все мероприятия которые будут направлены на установление данного лица ну и привлечение к установленным законом ответственности то есть нужно дожидаться на этом месте сотрудников органов или можно допустим оставить всю информацию по телефону и потом В зависимости от ситуации можно, да, потом прибыть, рассказать, но, как правило, желательно подождать, чтобы указать, допустим, те места, где он подходил, пытался закопать, чтобы потом уже приехала следственная оперативная группа, сотрудники милиции это все изъяли, ну и провели соответствующее, что нам предписано проводить мероприятие, чтобы найти то лицо, которое это все сделало. Кирилл Юрьевич, вот можно слышать сейчас также в новостях много уведомлений о том, что где-то что-то легализуется в какой-то стране, даже в наших соседках, что-то где-то какие-то вещества легализовали, бывали различных целей, там, медицины и прочее. Нас корят в том, что у нас якобы слишком суровое наказание по этим статьям. Подскажите, будет ли или предвидится, или вообще, в принципе, есть ли разговор о том, что что-то где-то нам нужно уменьшать сроки, может быть, быть более лояльными и так далее? Ну, пока вроде бы у нас ничего, конечно, не предвидится, но вот принятие вот этого декрета президента номер 6 в 2014 году, где был снижен низкий порог привлечения взбытчиков наркотиков к уголовной ответственности за 14 лет, ну вот тем самым это один из методов, благодаря которому мы стабилизировали ситуацию. И с каждым годом мы уже и наблюдаем вовлечение именно несовершеннолетних взбытных наркотиков, как бы дает, как бы, один из векторов этого направления дает свои плоды. Поэтому вопрос, ну, в последующем, понятно, были большие сроки для несовершеннолетних, но также были до этого изменения, где были снижены низшие пороги 328-х статей за сбыт наркотиков. Поэтому, как бы, тут, как бы, уже право всех судов давать оценку. Они, как правило, если ты несовершеннолетний, попадаются впервые, они уже, как бы, из этих всех факторов дают, конечно же, минимальное наказание. Но тем самым люди, видя, что у нас большие сроки даются за сбыт наркотиков, где-то это в многих случаях и тормозит. И сдерживают. И сдерживают, и они, конечно же, пытаются, ну, в некоторых случаях, отказываются той работы, которую им предлагают. В целом, торговля наркотиками, это такой, скажем, межгосударственный, что ли, процесс, да, могут задействованы быть различные там и страны, и люди. У вас тоже наверняка работа ведется с различными ведомствами, возможно, даже с коллегами из других стран. Расскажите немножко об этой работе. Ну да, мы очень плотно, тесно взаимодействуем с Российской Федерацией. Ну, понятно, страны СНГ, это страны СНГ, нам более плотно к нам это Российская Федерация, поскольку 95% каналов поставки, которые мы являем, которые наркотики приезжают к нам в страну, это Российская Федерация. Поэтому все мероприятия, касаемо вот этих именно межгосударственных, мы проводим в тесном взаимодействии, мы практически каждый день с ними на связи. Если у нас, получается, появляется какая-либо информация, касаемая их жителей, либо оттуда привезена, мы уже вместе незамедлительно сообщаем и в дальнейшем вместе проводим уже совместные оперативно-развестные мероприятия, как на территории Республики Беларусь, так и на территории Российской Федерации, чтобы максимально полностью изоблегчить всех участников преступной группы. То есть дойти до самого высшего звена и уже благодаря вот этим совместным мероприятиям всех привлечь к установленным законам ответственности, будь там жители, я же еще раз говорю, Республики Беларусь, либо Российской Федерации. А межведомственные какие-то работы? Ну, это все стандартные наши, государственный таможенный комитет, пограничный комитет, ну, понятно, это по роду деятельность, государственный комитет судебных экспертиз, который нам делает эти экспертизы, ну, все субъекты, которые расположены, мы все очень тесно взаимосвязаны, и только благодаря вот совместной, пероподливой работе, в тесном взаимодействии достигается вот эти наши положительные результаты, наша вся обстановка в городе Минске в том числе. А скажите, из каких стран вообще чаще всего к нам попадают наркотики? Ну, как я уже ранее сказал, это все Российская Федерация, потому что в том числе и там находится большое количество и лабораторий по изготовлению наркотиков, ну, как правило, только Россия, с учетом того у нас границы, там Евросоюз, это понятно, но, как правило, все заезжает с Российской Федерации, но и в последнее время уже как бы участились случаи, что это начали появляться, и страны Евросоюза, это Литва, Латвия, в том числе и Польша. Были слежащие, да, приграничные страны. Вы уже помянули нарколаборатории, подскажите, а вот чаще всего это такой наркотик или какой-то, знаете, там в кустарных условиях домашний, там, или это какой-то синтетический, прям мегапрофессионально произведенный? Ну, это синтетический, профессионально произведенный наркотик с учетом всего того оборудования, которое, ну, продается в интернете, и вот в прошлом году нами выявлена была всего одна нарколаборатория. На территории Беларуси? Да, в текущем году уже по итогам трех месяцев выявлено три нарколаборатории, вот, плюс по нашей информации мы передали ее в Российскую Федерацию, где три жителя Республики Беларусь отправились туда изготавливать наркотики. И благодаря то же самое совместным мероприятиям мы эту лабораторию ликвидировали, изъято порядка 13 килограммов особо опасного психотропного вещества, ну, люди задержаны, вот, поэтому... А как они обычно выглядят? Так звучит громко, нарколаборатория, как будто это меганаучное какое-то помещение? Ну, ну, как правило, это, ну, достаточно большое помещение, различные колбы, приспособления, холодильники, мешалки, ну, там... Там все серьезно. Да, довольно-таки серьезно, то есть, как бы, ее, понятно, можно изготовить и в квартире с минимальной производительностью, но, как правило, это гаражи, заброшенные какие-то дома. Скажите, а на вашей практике, вот, какой самый большой объем наркотиков был изъят? Ну, самый большой объем наркотиков, это мы изъяли в прошлом году, это было впервые, наверное, в истории именно Минского наркоконтроля, мы изъяли в общей сложности за два месяца в результате, там, одной такой, операцией, 160 килограммов психотропов, которые, в том числе, в том числе и предназначались для сбыта на территории Республики Беларусь, в том числе оборудовались машины, и они выезжали в тайниках, в днище, уезжали в Российскую Федерацию, где-то также там для последующего предназначались для сбыта на территории Российской Федерации. Ничего себе, а что происходит вот после изъятия с такими огромными партиями, то есть как утилизируются наркотики? Да, мы их изымаем, передаем в Следственный комитет, Следственный комитет, понятно, расследует, потом дела передаются в суд, ну и потом уже, соответственно, эти наркотики утилизируются. Говоря о том же законодательстве, вот есть же какой-то список, правильно я понимаю, веществ, которые запрещены, он у нас как-то обновляется, дополняется, то есть это не какая-то статичная такая история, да? Но она в последнее время статичная, поскольку уже придумано, так называемое, все наперед, потому что Государственный комитет судебных экспертиз в взаимодействии с Министерством здравоохранения внес туда максимальный весь перечень, даже если кто-то будет попытаться что-то изготавливать в лабораторных условиях путем синтеза новый вид наркотиков, у нас, как бы по всем формулах, он будет запрещен в стране, поэтому он расширенный, большой, стабильный и на протяжении уже лет 7 особо не меняется. Как происходит, не знаю, схема расследований, что ли? Понятно, что можно задержать там закладчика, то есть он вот конкретно сделал конкретное преступление, там свидетели увидели что-то, а как тогда вот, наверное, сложнее всего ловить там изготовителей, да, вот тех, кто является первоначальным пунктом? Ну, понятно, что проще расследовать обычную первую часть статьи 328, это хранение, а когда уже лицо занимается сбытом на постоянной основе, имеет системность, у него есть взаимосвязь с интернет-магазином по продаже наркотиков, то, понятно, такие дела расследуются гораздо дольше и сложнее, потому что счетом проведения и большого количества экспертиз, которые назначаются в рамках возбуждения данных уголовных дел, когда изымается большое количество техники и наркотиков, там, допустим, и как лаборатории прекурсоров и оборудования, то это достаточно сроки другие и объемы, в том числе выполняемых работ, как следовательно, таких в рамках возбуждения уголовного дела расследованы такие сотрудниками милиции, которые помогают, сопровождают данные уголовные дела. А всегда предусматривается уголовная именно ответственность за такие преступления? Или есть это? Только уголовная. Только уголовная ответственность. А может быть, и вот, кстати, я не знаю, про употребление, есть ли у нас там ответственность сейчас? У нас сейчас существует, если человек повторно в течение года находился в общественном месте в состоянии наркотического опьянения, это уже у нас уголовная ответственность. То есть это такой аргумент подумать тем, кто считает, что это не наказано? Да, что у нас употреблять в стране можно, но на самом деле все это ведется к одному, что данное лицо будет привлечено к ответственности. Скажите, а вот тоже из вашей практики вы же там беседуете с ним, что чаще всего прельщает людей влечься в эту деятельность, какие-то легкие деньги? Или вот какая у них мотивация бывает? Ну, есть, как мы можем разделить, три категории закладчиков, сбытчиков, потому что у каждого мотивы разные. Ну, как правило, первое основное — это деньги, легкий заработок и большие деньги. Но как показывает практика, средний возраст вот этих закладчиков, сбытчиков, два-три месяца мы их всех устанавливаем, задерживаем. Вторая категория — это те наркоманы, которые устраиваются на интернет-магазин, чтобы получить зарплату наркотиками, потому что у них есть зависимость. Ну, плюс где-то совершить манипуляции, чтобы, так называемый, обмануть магазин и забрать тот вес, которому дадут для работы. Ну, и третья категория — это та категория людей, которые для них это как квест, участвовать в какой-то игре, адреналин, чтобы почувствовать, ну, выплеснуть какие-то эмоции. Хотя это категория, которая обладает достаточно высоким материальным достатком. Ну, для них это попробовать себя в роли, поиграть в квест, адреналин, получить какие-то новые эмоции, тем самым, ну, понятно, заработать, но для них это не является целью. Скажите, а кто в таком случае является группой риска? Это вот подростки, которые подвержены вот таким вот рассказом про легкие деньги, да, про какое-то приключение? Ну, это подростки, да, это, в первую очередь, несовершеннолетние, поскольку у них у всех происходит так называемый период перехода от детства к взрослости, который сопровождается большим количеством свободного времени, различными формами проведения досуга. Ну, это, как правило, там тоже дискотеки, ночные клубы, ну, плюс та компания, в которой он находится. Ну, плюс несформировано еще ценностное поле, ценностный цен, когда они еще не понимают, для чего в жизни нужно жить, как можно ценить и беречь своих родителей, поэтому та категория, которая очень, ну, сама, больше подвержена вот этому всему влиянию. Если говорить о тех же родителях, как им себя вести, может быть, на что обращать внимание, как говорить с детьми, чтобы они не попали в эту историю? Ну, да, все мы прекрасно понимаем, что мы все, как и дети, являемся, ну, в настоящий момент все являемся пользователями интернета. И, к сожалению, родители, многие думают, что интернет несет только пользу для развития ребенка, но они в тот момент, ну, в некоторой степени понимают, что интернет несет, на самом деле, реальную угрозу, поскольку интернет-магазины и вовлечение вот несовершеннолетних детей незаконно оборот наркотиков происходит именно в интернете, как я уже обозначал, именно на тех, в телеграм-каналах, мессенджерах, в группах, где состоят молодые люди, как правило, это происходит рассылка, возможности подработка, легкого заработка, и поэтому дети, как правило, с учетом того, что хотят самостоятельности, какую-то получить свободные деньги для себя, они уже вовлекаются в противоправную деятельность. Поэтому родителям, в первую очередь, нужно понимать, что они вот думают, что отдали ребенка в детский сад, либо в школу, и там детский сад, школа воспитает ребенка, что он никогда в жизни не будет связан с наркотиками. На самом деле это не так. Все зависит, на самом деле, от морально-психологического климата в семье, от того момента, как родители смогут воспитать именно в ребенке то чувство, когда он в любой момент скажет «нет» любому проявлению с наркотиками. Поэтому только воспитание, только где-то личный пример общения и постоянный контроль поведения ребенка в интернете. То, что посещает, с кем общается. Ну, понятно, телефон, фотографии, которые у нее есть, потому что, как правило, что должно вызывать тревогу у родителей? Это то, что у ребенка появились лишние карманные деньги, какая-то одежда дорогая, плюс банковские карты на других людей появились, какие-то в телефоне фотографии участков местности с координатами, плюс дома появились какие-то зип-пакеты, электронные весы, перчатки. Это уже свидетельство о том, что у ребенка вовлечен в противоправную деятельность, надо обращать внимание. То есть родителям не нужно бояться вторгнуться в личное пространство, а лучше проследить? Конечно, лучше проследить, лишний раз проговорить, рассказать, привести какие-то примеры, показать большое количество. Сейчас есть видеороликов касаемо профилактики наркомании, в том числе последнее, то, что мы везде создаем, показываем именно истории осужденных несовершеннолетних, которые попадают в места лишения свободы и рассказывают свою историю, как, по каким причинам, при каких обстоятельствах они попали, и чтобы они хотели на данный момент вернуть, поменять свои жизни. Как правило, приводится к тому, что только в этот момент они начинают ценить свободу, начинают ценить и любить своих родителей, которые воспитали, дали им дорогу в жизнь. Но, к сожалению... Они в полужизни там уже провели. Они, да, провели, еще проведут, потому что сроки там 10 и выше. Самый такой активный возраст, а не получится все время. — Подскажите, вот вы тоже упомянули сейчас профилактику, очень интересный вопрос. Вот что интересное, может, какие-то проекты у вас есть совместно с Минобразованием или с Минформой? — Ну, проекты... У нас есть вообще комплексный план по профилактике наркомании, где задействованы все субъекты профилактики на уровне как республики, так и, понятно, города Минска. Это образование, это медицина, это управление труда и соцзащиты, ну, понятно, правоохранительный блок, и где каждому с учетом специфики приписано выполнение большого количества мероприятий. То есть каждый отвечает за свой вектор, за свой этот. Одним из проектов, ну, не проектов, то, что нам удалось достичь, это полтора года назад при поддержке Минского городского исполнительного комитета нам была открыта интерактивная антинаркотическая площадка, которая находится в Центре безопасности МЧС на Олюшево. Там в такой 3D-модели мы создали две ситуации. Первая — это ситуация в ночном клубе, когда человек, ну, как правило, несовершеннолетний, ребенок туда, потому что мы стараемся водить, попадает в ночной клуб, и там путем визуализации ему предлагается купить либо приобрести наркотики. Если он соглашается, это одно развитие событий, если он отказывается, понятно, это другой стороны. Потом, если соглашается, это его задержание, скамья подсудимых, суд, срок. Вот, и потом с этой локации выходят, дети переходят во вторую локацию, это история осужденного, где молодой человек, находясь в клетке, рассказывает свою историю, как он встречался с девушкой, жил, все было хорошо, мечтал накопить деньги на путешествия, путевку, поэтому устроился работать с закладчиками, его задержали, и он получил там большой срок. Вот, и мы вот стараемся всех несовершеннолетних, обучающихся в школах, среди специальных, да, и туда их посетить. Только за прошлый год данную площадку посетило порядка 14 тысяч детей несовершеннолетних и учащихся в всех учреждениях образования. Сейчас такой доступный для них язык, мне кажется, вновременно. Ну, там как бы и родителям интересно побывать, поскольку там блок, понятно, МЧС, ну и плюс правоохранительный блок, там не только антинаркотическая направленность, но и там другие все ситуации, которые могут случиться с любым гражданским человеком, находясь, когда он находится там в обществе, либо где-то за пределами города Минска, в лесу, ну, там разные ситуации. Что ж, мы призываем вас, дорогие меньшане, обязательно взять своих детей и посетить этот центр. Кирилл Юрьевич, скажите, вот, а как в целом предостеречь молодого человека, там родитель-то не родитель, хорошо, бывают друзья у тебя там задумываются, вот как им, может быть, какой-то аргумент привести, когда тебе говорят, ну, это же легкий наркотик, с тобой ничего не будет. В целом, есть ли понятие легкий-нелегкий наркотик, и как, чтобы, знаете, не вызвало привычку у вас, да, в это все? Ну, как правило, ну, формально, но есть такое деление легкий-нелегкий наркотик. Понятно, к тяжелому у нас относятся вся эта категория альфа-ПВП, мефедрон, метадон, кокаин, афетамин. Ну, попробуй с тобой ничего не будет. Да, ну, вот эта вся эта категория, которая вызывает зависимость с первого раза. Понятно, есть более легкие, так называемые наркотики, это гашиш, марихуана, но все равно после каждого, в том числе первого употребления, у человека уже появляется, ну, не то что зависимость, но уже такое расположение, что он в будущем, как показывает практика, ну, мы еще, я не встречал в своей практике, чтобы человек попробовал один раз марихуану, два, и потом отказался. Ну, все равно какой-то, один из способов расслабления для них, это именно употребление гашиш и марихуаны. Не употребление спиртного, а вот именно употребление данного вида наркотиков. Поэтому любое, ну, если ты соприкасаешься уже с наркотиками, даже их пробуешь соответственно у тебя уже ты нарушаешь законодательства нашей страны это у нас запрещено что же уважаемые зрители я вам желаю чтобы ни вы ни ваши близкие никогда не коснулись этой беды но вам кириллович спасибо за вашу деятельность нашли время прийти к нам спасибо